Хамон, в переводе с испанского, это не блюдо, это часть туши, это окорок значит. Хамон де паво, хамон, окорок индейки, хамонита, обычно так говорят про окорочка куриные, хамонита, маленькие эти хамончики. Хамон де цердо, свиной хамон. Его можно приготовить как кассидо вареный, это аналог нашего варенокопченого окорока, тамовского, там, леворонежского. Можно сыровяленый, как правило, это хамон церрано, в данном случае это хамон де кардеро. Хамон де кардеро, алмадо, значит, копченый, просто класс. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас пришла зима, то есть температура наконец-таки упала до подходящих для сыровяло значений, я решил заняться делом. В стандарте я готовлю сыровяло, как положено по всем ГОСТам, из свинины, ну или бы смесь свинины и говядины. И очень многие из вас спрашивают, можно ли сделать то же самое из халяльного мяса. Я решил попробовать сегодня баранину. Купил вот такую новую, конечно, лишнее сейчас отрежу. Это будет сырокопченая нога. Прошел в силу справочника областного технолога под редакцией Рогов и нашел подходящие технические условия. Надеюсь, будет вкусно. За дело. Все пропорции в самом конце ролика и в описании тоже есть. Начну я с подготовки окорока. Мне хребтовая часть не нужна, так что все лишнее отрезаем. В ТУ, кстати, написано, что при необходимости окорок можно под давлением отмывать. Вот керхеровым, видимо. При этом удалять печать и виду службы не допускается. Ссылку на справочник оставлю в описании ролика. Рассол смешанный. Сначала готовлю заливочные и шприцовочные рассолы. Они одинаковой плотности, 1,1 грамма на сантиметр кубический. Все пропорции в конце ролика, напоминаю. Смешиваю соль нитритную, сахар в воду и дополняю растворение. Всего рассола сегодня понадобится 3% от массы окорока. Так, а сейчас подготовлю смесь для натирания. Здесь соль, сахар, чеснок и перец. Этой смеси сегодня понадобится 3,3 грамма на каждый килограмм ноги. Рассола сегодня подготовил сразу много, потому что сегодня частью его на шприцую в ногу. Со всех сторон. Вот так. Главное поближе к кости напихать его. Затем натурпосолочной смесью. Вот так. И сейчас уберу в холодильник на просолку на 3-5 дней. А по их истечении, сегодняшним рассолом, который будет ждать в холодильнике, залью ногу просаливаться и оставлю ее уже на 10-12 дней. Общая цель и задача. Смотрите, когда мы солью сверху натираем, то она проходит во внешние слои и достаточно медленно проникает вовнутрь. Потом мы делаем заливочный рассол. Мы его сегодня приготовили. Заливаем сверху. Происходит выравнивание объема соли, количество соли по всему объему окорока. Этот процесс не быстрый. Более того, в течение этих 10-12 дней соль, проникая вовнутрь мяса, повышает косметическое давление на стенки клеток. Те лопаются, некоторые из них. Соответственно, клеточная жидкость выходит наружу. Мясо, к тому же, ферментируется. Короче, этот процесс не столько для просаливания равномерного, сколько для ферментации тоже происходит. Поэтому он не быстрый. Короче, ждем. А окор пока в пакет уберу. До встречи! Прошло уже целых 6 дней. И пора уже заливать окорок рассолом. У меня, к сожалению, нет удобной посудины такого размера, чтобы в нее и нога целиком вошла, а затем, чтобы еще эта посудина в холодильник поместилась. Поэтому окорок, я его только что оплоснул под прохладной водой, я уберу в пакет. А пакет уже пристрою в холодильнике. Вот так. Теперь, как уже говорил ранее, отправляю ногу на просолку в холодильник. Плюс 4, плюс 5 градусов. На 10-12 дней. Периодически, ну, там, два раза в неделю, буду ногу в этом пакете ворочать, чтобы равномерно со всех сторон она этим рассолом вволакивалась. Ждем. Окорок просолился, и сегодня начинается процесс его термообработки. Но сначала вымочим в воде при температуре не выше 20 градусов в течение 2-3 часов. Насколько я понимаю, идею технологов, создававших этот процесс, концентрация соли в рассоле была все это время выше необходимой для окорока, предназначенного для поедания. Сделано это было для предотвращения порчи мяса во время процесса его созревания. А сейчас мы выходим на финишную прямую. Сегодня он отправится на копчение, и уже копчение будет предохранять мясо от порчи. Поэтому вымачиванием концентрацию соли в мясе мы будем понижать. Теперь промывка окорока довольно горячей водой, температура 30-40 градусов. Теперь вывешивание на стекане и на сушку на 3-4 часа. У нас сейчас зима, мух нет, ветерочек хороший, и температура градусов 14-16. Как раз окорок нельзя помещать в камеру для копчения в мокром виде. На нем сразу образуются такие отвратительные потеки. И завершающий на сегодня этап – копчение. Его можно проводить побыстрее 12-48 часов при температуре дыма 30-35 градусов, либо подольше – 48-72 часа при температуре дыма 12-22. Что удобнее, то выбирайте. Конечно же, при таком копчении концентрация дыма должна быть небольшой. То есть дымогенераторы с принудительным метанием воздуха под этот расчет не подойдут. Они выдают столько дыма, что камера для них нужна кулометра 3-4, не меньше. Я вот пассивный дымогенератор для камеры такого размера в самый раз. Коптить буду на буковых опилках. Одной зарядки хватает на 10-12 часов непрерывного горения. Встретимся через трое суток. Окорок прокоптился, цвет на месте. Отлично! Смотрите, какой красавец! Просто прекрасно! Запах такой! Сильный запах копчения! Сейчас сильный! Сейчас я его вывешу на улицу часов на 6-8, на ветру. У нас зима такая испанская. Сейчас температура градусов 14, наверное. Ветерочек дует, поэтому мух нет. А после проветривания, что вот этот резкий, сильный запах копчения ушел, уберу в камеру для сыровяла. Температура там 12 градусов, влажность 75%. И в камеру для сыровяла он проведет где-то 7, может быть, 10 суток. Как-то так. Как видите, это гораздо быстрее испанских сыровяльных хамонов из свинины. Те-то готовятся от полугода до 4 лет. А здесь всего-то неделю подождать. Встретимся с вами теперь уже на пробе этого замечательного хамона де кордеро, то есть окорока бараньего сыровяленого. Долгожданный момент пробы. Обалдеть. Обалдеть. Слушайте. Это обалденный аромат сырокопченого мяса. Как можно было бы ожидать, баранина здесь... Ну, видите баранину, да? Но здесь нет характерного запаха баранины. Просто хороший такой сырокопченый аромат окорока. Просто классный. Как видите, это мясо гораздо более мягкое, более как бы сырое, я бы сказал, чем хамоны. Потому что хамоны, классические хамоны сырано, свиные, они минимум полгода, минимум полгода, и все равно такой сыроватый еще бывает. Ну, а нормальные, так более-менее уже завяленные, продаются где-то через год, через полтора года после выдержки. Здесь он более такой быстрый, более свежий, но ароматный, очень классный. Очень большая редкость в наших краях, по крайней мере, именно копченые хамоны. Они есть, но очень редко продают. Классно. По консистенции, я бы сказал, это больше похоже не на хамоны, а по консистенции это больше похоже на сыровяленую грудинку, сыровяленый бекон. Ну, а сыровяленый бекон, ну, ширмень, очень-то много жира. Здесь жира очень мало. На поверхности весь остается. Я думаю, что если выдерживать больше, дольше, не вот эти 10 дней, как я держал, а месяц, там, 2-3, он будет еще вкуснее, еще ароматнее. Ну, и так, аромат копчения очень яркий, очень такой мощный, не чрезмерный. Нет вот этого кислых ароматов копчения, когда слишком сильно перекоптили. Он имеется, но он не чрезмерен. Это бы классно. И вы знаете, на мой вкус, я бы, наверное, добавил чуть больше пряностей. Было бы лучше. Потому что сейчас на уровне угадайки присутствует вот этот вот перец. Потому что хочется немножко большего. И, может быть, чуть-чуть больше по соли, либо чуть подольше выдержку в соли сделать. Потому что сейчас он очень такой тонкий, а хочется немножко... Ну, может, это просто привычка к испанским хамонам, которые более соленые, чем бекон. Может быть, и не надо. Но вот если немножко в сторону хамонов испанских, сыровяленых войти, то немножко больше соли нужно. Если просто хотите получить классный кусок, классный окорок, сыровяленый такой вот замечательный, очень ароматный, то делайте, как указано в рецепте. Это просто супер. Готовьте и наслаждайтесь. Это просто песня и сказка, я бы сказал. На этом позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Я всегда читаю с интересом ваши комментарии и вопросы. Напоминаю, по промокоду Фреско вы сможете получить скидку на вот такие замечательные ножи Самура. И на все ножи Самура вы сможете получить скидку по промокоду Фреско. Пользуйтесь. Они острые, и им удобно резать. Огромное спасибо за компанию. Я буду продолжать резать этот хамон и есть его. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok